Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Сегодня, девчата, хочу свое видео начать с предновогодних покупок. Причувствуя комментарии, сразу хочу сказать, почему сейчас. Но на своем канале я делюсь идеями. Если вам какая-то идея понравилась, что-то понравилось, нужно время, чтобы ее реализовать. Поэтому я всегда заранее с вами делюсь идеями подарка, идеями декора, меню новогоднего, сервировка и так далее. Не потому что мне хочется уже побыстрее Новый год, нет. А именно, чтобы вам было удобно и комфортно. Для меня такая предновогодняя пора начинается с 1 декабря. И вот это вот весь декабрь, это такая пора ожидания для меня лично очень приятная. Понимаю, что все мы разные. Для кого-то нормально поставить елку 30 или даже 31 декабря, и 2 января вы уже ее убираете. Все мы разные. Но хозяйка канала я, поэтому я буду показывать вам в том режиме и в то время, когда это мне актуально и удобно. Смотрите, в этом году магазины вообще очень рано выложили новогодний декор. У нас чуть ли не с 1 октября уже и в Кюхенленд, и в Ашане лежит новогодний декор. По моему личному мнению, это очень рано. Ну, как-то вот раньше это было с ноября. Что будет уже в следующем году сентября, что ли? Я сама неоднократно говорила. Я думаю, что вы сами знаете, что всегда все самое интересное выкладывают в начале. И уже к декабрю там ничего такого и не остается интересненького. Все это обычно раскупается. Именно поэтому я сегодня с вами делюсь своими покупками. Надеюсь, вы меня услышали, поэтому переходим к покупкам. Первое мое приобретение – это вот такой просто потрясающий олень. Посмотрите, какой он классный, мне кажется, очень реалистичный. Во многих вообще супермаркетах представлены подобного плана оленя, но они обычно блестящие и не такие реалистичные. Этот просто обалденный полирезин, и знаете, на нем как будто бы такая вот темная какая-то патина, он немножко состаренный. Очень-очень классный. Увидела я его где-то там вообще на задворках, на самом верху, но как только увидела, говорю, дайте мне, пожалуйста, его. Вот, найдите, снимите, потому что без него я не уйду. Он просто потрясающий и для сервировки стала, и как какой-то декоративный элемент, просто обалденный. Кстати, девчата, чтобы вам было удобно, потом не нужно было искать видео, не пересматривать, я для вас уже отсняла шоц, где подпишу все артикулы, названия, чтобы вам было потом удобно это искать. Поэтому посмотрите шоц, там будут все артикулы и магазин, в котором я приобретала. Это, в частности, Кюфинлэнд. Следующее мое приобретение, это вот такие вот свечи. Случайно их увидела в магазине Гипфилл. Это прошлогодняя коллекция, они были по распродаже, 6 свечей, мне обошлись в 300 рублей. Вот такая красота. Они тоже будут очень красиво, как в сервировке смотреться, да, и гореть в новогоднюю ночь, так и в качестве декора. Ну, чайная такая свеча, 6 штучек. В принципе, я их не зажигаю, у меня есть подобного плана свечи в белом цвете, в свое время приобретала в магазине Ашан. Я использую их именно как декор. Следующее мое приобретение, это вот такая вот елочка. Я, если честно, просто фанат вот таких вот разных елок. У меня их уже собралась приличная коллекция. И самые красивые, вот то, что у меня есть, это из Арахо в форме свечей. И из магазина Кюфинлэнд, прям таких прошлых-прошлых годов, светящиеся. Долго ничего подобного они не повторяли. Кстати, у меня есть такие елочки, только небольшого формата, из магазина Фикс Прайс. Тоже они очень красивые. В общем, собираю такую коллекцию, потому что, опять же, для сервировки стола расставить такие вот воздушные полупрозрачные елочки. Для просто какого-то декора на журнальном столике, на тумбе под телевизором, на комоде. Это тоже смотрится очень красиво, на полке какой-то. Поэтому вот мое приобретение. Это магазин Кюфинлэнд. Вот такая очень красивая тоже с патиной елочка. Это стекло. Она идет на батарейках. Я, правда, еще пока не вставляла, и она должна светиться. Вот это в небольшом размере. Что-то, наверное, 20 сантиметров. Но очень-очень красивая. Я сейчас рассмотрела вблизи, потому что, когда я пришла в магазин, у них вообще-то еще было не выставлено. Я пришла, показала то, что отложила для себя в интернет-магазине. Они мне нашли. Очень долго искали. Я вот, в принципе, так живу, их рассматриваю только сейчас. И думаю, что мне нужна к ней пара, ну, для асимметричности. Потому что, повторюсь, не каждую коллекцию они бывают. Но, воистину, просто такой, знаете, вот на много-много лет декор, который будет актуален и который красив. Следующая елочка, которая также из магазина Кюхенленд, и очень мне понравилась. Вот такая она побольше. Мне кажется, она уже идет, сколько, может быть, сантиметров около 30, может быть, 27. Тоже невероятной красоты. Она тоже с подсветкой. Я еще не вставила батарейки. И вот аналогично, думаю, это, не знаю, стекло, пластик. Наверное, пластик вот этот вот. Но красиво смотрится. Сейчас вам еще раз ее поближе покажу. Вот такая красавица. Ну, и когда распаковывала, аналогичная мысль была. Нужно было брать две штуки. И вот смотрите, как они классно между собой сочетаются. И даже вот если мы возьмем еще и свечу, да, то тоже все будет очень-очень гармонично смотреться. Вот. Довольна я покупками. Думаю, что вот еще по второй штучке я приобрету. Потому что, повторюсь, ну, лично для меня такая база вне времени. Следующая по красоте елка. Ну, это просто, знаете, космос какой-то космический. Их я уже взяла две штуки. Сейчас я вам их покажу поближе. Смотрите, это такой очень тяжелый, добротный пластик. Вот так выглядит елочка. И самая главная красота и волшебство вот здесь. Там летают блески. Вы посмотрите, насколько это красиво. Просто потрясающе. И в разных цветах. То есть можно вот в таком режиме, допустим, для меня это ближе. А можно вот в таком холодном цвете. Ну, мне вот такой теплый ближе. Потрясающе просто красоты елочки. Вот их я все-таки не устояла и сразу взяла две штуки. Вот. Опять же, куда угодно просто их использовать. И такой декор очень легко потом сочетать с другими оттенками. Если, например, вам хочется добавить красный, золотое, серебро, что там, розовый цвет. Совсем, совсем вот эти елочки будут хорошо сочетаться, будут хорошо дополнять. Вот. Но у меня будет цветовая гамма. В принципе, это зимний лес такой, да. Лесная елочка. Поэтому я подбирала именно под свою тематику цветовую гамму. У меня это замечательно, все подходит. Следующая просто невероятная елочка. Я ее увидела, признаюсь честно, вам случайно в магазине Гипфелл. Проходила мимо. Там потому что как такового, ну, никогда не бывает какого-то сезонного декора. Да и в принципе, ну, что-то я туда не захожу, да. У меня не ассоциируется этот магазин с каким-то сезонным декором или что-то там можно купить что-то новогоднее. Но тут я просто случайно проходила и увидела ее на стенде и поняла. Это моя. Это мое. Вот. Елочка-шкатулка, смотрите. Так вот снимается верхушка. И снимается вот этот ряд аналогично. Сюда можно какие-нибудь конфетки, орешки положить. Это стекло. Она прям такая увесистая, тяжелая. Очень-очень красивая. Я ее сейчас когда ставила на обеденный стол, и вот от гирлянды такие блики идут, все это преломляется в гранях, как она красиво просто отражается на поверхности скатерти. Это что-то невероятное. И стоила она со скидкой, это прошлый сезон, полторы тысячи рублей. То есть на нее ни ссылку, ничего я не смогу вам дать. Но вот если у вас есть магазин Giffel, забегите. Возможно, на остатках есть. Мне сказали, вот только если в магазинах. Потому что за полторы тысячи просто невероятный шедевр. Следующее мое приобретение. Это вот такая миниатюрная зимняя деревня. Она с подсветкой, елочка крутится. Сейчас я вам включу и покажу поближе. А также магазин Giffenland. Ну что я хочу вам сказать. Эта деревня тоже сразу мне запала в душу, запала в сердце. Я уже вижу, как она у меня будет стоять вот на комоде, который у нас с зеркалом в гостиной стоит. Потому что, ну, невероятная красота, будет украшение. Потому что на этом комоде у меня стоит, в принципе, ваза. Такая, да, прозрачная, с гранями. Стоит лимонадник, в который я планирую наливать глинтвейн, чтобы это тоже все было красиво. Плюс стоит тоже красивая этажерка, в которую я кладу либо фрукты, либо выпечку. И вот такое вот там будет стоять украшение. Такая светящаяся деревня. Хочется подойти, порассматривать. Очень-очень красиво. Магазин Giffenland, не помню, сказала вам или нет. Но осталось у меня всего ничего покупок. Это вот такие вот веточки. Очень-очень-очень красивые. Так, вот такие веточки, капельки. Что мне понравилось, что вот эти капельки не граненые. То есть свет будет играть, проломляться красиво. Ну и сами веточки такие заснеженные, блестящие. Какая идея, как я хочу использовать эту красоту? Я планирую поставить, опять же, вот на этот комод веточки Нобелеса, чтобы пахло дома хвоей, красиво было. И вот к этим веточкам поставить вот эти ветви. Как будто бы, знаете, такие льдинки, незаснеженные. Вот, такие хрустальные льдинки. Думаю, будет очень красиво. И планирую я поставить вот в граненую вазу прозрачную. Поэтому, я думаю, такую вот, да, нелегкость, прозрачность, они поддерживают. Будет очень-очень красиво. Ну, посмотрим. Еще одно мое приобретение, это вот такая вот ваза малышка, магазин Кюхен Ленд. Серия, вот даже помню, мозаик. У меня есть большая ваза, она вон там на заднем плане стоит. И я приобрела себе вот такую вот миниатюрную. Приобретение вне времени смотрится очень красиво. И вот такой предновогодний зимний период, я думаю, она тоже будет замечательно смотреться. Хотя, естественно, ваза абсолютно не сезонная, она у меня летом стояла и сной стояла. Очень-очень красиво. Вот такие у меня были покупочки из магазина Кюхен Ленд, из магазина Гипфил. Хочу, конечно, посетить я и магазин Фамилия, и Ашан, и схожу в Хофф. Ну, в общем-то, везде-везде схожу, посмотрю, что есть красивого. Но, вот, если буду что-то приобретать, обязательно буду с вами делиться сразу, чтобы у вас тоже была такая возможность. Ну, и если кто-то уже написал в комментариях, стою первую вазочку купила, куда так рано, с мужем повезло. Никаких интересов, только баночки, скляночки. Знаете, хейтеры, люблю вас. Пришла я к Машеньке, сейчас буду закладывать одежду в комод. В телеграм-канале в своем делилась новыми приобретениями. Выросли мы из размера 3-6. Сейчас уже перешли на размер полностью 6-9 месяцев. Поэтому я все достала из комода старую одежду, убрала ее, перестирала новую. Вот, сейчас как раз все погладила, и буду уже раскладывать в комод по ячейкам. И вот спрашивали про организацию хранения, сейчас заодно вам все и покажу. И, особенно в осенне-зимний период, это та проблема, с которой сталкивается каждая мама. И чем меньше ребенок, тем сложнее с ней справиться. Помню, для нас высморкаться или закапать что-то в нос, это была просто целая история. Сейчас для профилактики мы промываем нос морской водой. Ну, а если все-таки подцепили насморк, то сразу используем синупред. Когда первый раз по рекомендации специалиста приобрели данный препарат, меня сразу подкупило, что это растительный лекарственный препарат в уникальной форме, капель, который нужно принимать внутрь. Он способствует устранению заложенности носа, снимая воспаление и разжижая густую слизь. Думаю, мало кто из детей в таком возрасте дается без боя закапать в нос. Поэтому, девочки, это настоящее спасение для тех детей, которые не любят спреи в нос и назальные капли. Кстати, синупред можно применять для деток с двух лет. Поэтому лечение малышей проходит комфортно, без лишнего вторжения в маленький носик. Более подробно ознакомиться с самим препаратом, его преимуществами, инструкцией и противопоказаниями вы можете по ссылке в описании. Смотрите, девчонки, значит, у нас комод самый обычный, три выдвижных ящика. Сейчас начну с этого, покажу, что здесь лежит. Значит, здесь лежат у меня органайзеры. Вот такие вот органайзеры из икеи у меня, стук. Вот два отсека у них. У меня здесь идеально встало три таких органайзера. Плюс стоят вот такие вот маленькие скубы. Здесь хранятся носочки, шапочки. Вот здесь у нас носочки, пинеточки такие теплые, на холодное время года буду поддевать, когда уже совсем морозный станет. И в другом хранятся у нас шапочки. Вот у меня сейчас Машулька на улице спит, на ней шапочка. Вот эта потеплее. И вот такие нам бабушка привезла шерстяные носочки. Вот будем их тоже надевать уже, когда будет совсем холодно. А эта шапочка, сейчас вам покажу, вот такая с ушками кэри, хорошая, вязаная, тепленькая. Вот. И хорошо закрывает все, хорошо к лицу прилегают ушки, все закрыты у нас. В общем, такой органайзер. И вон там у меня отверстие остается, да, пространство. Там у меня хранятся разные нагрудники. Вот есть такие мазакеи, они, знаете, типа как полотенца внутри. Вот такие вот, не знаю, не так моментально мокнут. Мне в этом плане больше нравятся вот обычные Элоди. Почему-то они меньше пропускают. То есть вот боди, там слип, кофточка, они не так мокнут под ними. Не знаю почему. Но вот обычные такие нагрудники. Именно от слюней. Здесь у меня все распределено по категориям. Мне так удобно пользоваться, ну, не только мне, если там, допустим, Маша остается, там с Лешей, ему тоже удобно что-то взять. То есть, допустим, категория штанишки-леггинсы. То есть они просто вот так в одной секции у нас хранятся. Я как погладила, разложила сразу, так и кладу. Следующая категория – это комплекты. У нас здесь кофточки и штанишки. Тоже были комплекты. Кладу в одну ячейку. Это размер еще у нас 3,6, но они нам пока как раз. Поэтому они у меня пока тоже здесь лежат. То есть тоже вот так в одну ячейку кладу. Вот, наборчиком шли. Следующие у меня идут. Это боди с длинным рукавом. Я их сложила. Вот после того, как погладила. Ну и, соответственно, тоже вот в ячейку. Все это у меня свободно убирается. Далее у нас идут слипы. Но в слипах мы уже активно спим. У нас их 6. Двоих здесь, двух слипов не хватает. Тоже я все складываю под размер. И вот таким образом у меня хранится. То есть сюда свободно еще войдет один, потому что, ну, один на ней ночью, да, мы используем. То есть максимально здесь у меня 5 штучек убирается. А следующие это вот такие вот бодики без... Ну, с коротким, точнее, рукавом. Вот, тоже ее взяла. Ну, аналогичным образом храню их здесь. Плюс у нас две такие шапочки шли в комплекте к слипам. Вот я их тут сложила. Думаю, вот сюда положить влезут они, нет. Вот. В принципе, нормально. Так, ну и последняя категория, это кофты. Кофты с длинным рукавом, которые как раз идут вот от этих леггинсов. Вот. И аналогично я вот здесь их храню. Так, переставила камеру, чтобы вам было удобно. Все очень просто, понятно. То есть если беру кофту здесь, штаны беру здесь. Здесь готовые комплекты. В общем, ну, как вам и сказала, и вон там у меня носочки и шапочки. Вот так выглядит этот отсек. Следующий верхний отсек у меня организован таким образом. Здесь два контейнера скуп. Вот самые большие. Здесь у меня сейчас хранится зимний комбинезон теплый, в котором как раз Маша у меня спит на улице. Здесь она приходит, я его снимаю с нее и сюда кладу. Он объемный, как раз вот занимает эту секцию. Здесь у меня идет одежда. Такая вот поддевка теплая. Например, будет сейчас попрохладнее надеть на нее. Либо же вот когда было потеплее, там с тоненьким флисовым костюмчиком каким-нибудь, да. Я одевала такую поддевку. То есть у нас здесь два комплекта вот таких вот аналогичных. Это кофточки и штанишки, как они называются, господи. Ползунки, которые прям вот с ножками, чтобы не надо было никакие носочки надевать. Это у меня все Zara. Вот два комплекта у нас есть. 6-9 я покупала с запасом. И здесь теплые комплекты Майерал. Честно, вот заказала первый раз Майерал. Красивые там цвета, расцветки, ничего не скажешь. Но по качеству мне прям вообще не понравилась эта одежда. Именно вот малышковая. Потому что девочку моих есть, у меня нет никаких вопросов. Но малышковая, прям какая-то такая вся грубая. Я не знаю, швы такие толстые, объемные. Вот не мой бренд вообще, вам не советую. Так, ну все. И здесь у меня, значит, хранятся еще карточки. Это вот мы тут смотрели, когда в кроватке она лежала. Ну, сейчас как-то уже вот эти карточки не особо интересуют. Я имею в виду, когда поменьше была. Вот она с удовольствием их рассматривала. Ну и вот этот контейнер. А здесь у меня бутылочки. Вот две бутылочки бипс-то лежат. Дальше вот такой вот стерилизатор. Вот там для сосок, для каких-то маленьких игрушечек с собой можно его брать. И контейнеры с сосками. Но у нас Маша соски не берет. Поэтому это все лежит без дела. Ну и в нижнем ящике здесь у Маши весь текстиль. Плед вот этот мне очень нравился. Он такой плотный, мягкий. В принципе, мы с ним вот гуляли до недавней поры. Сейчас уже холодно, соответственно, мы не пользуемся пледом. Здесь у нас, значит, сменные простыни в кроватку лежат. И тут у нас пледы. Ну вот этими пледами, естественно, мы активно... Они тут все разной толщины. На более прохладное время, на более теплое. Сейчас они в холодное время года нам вообще не особо актуальны. Ну и здесь у нас лежат обычные пеленки. Сейчас они, конечно, нам в таком количестве не нужны. Но когда Маша только родилась, то есть подстилать везде, в разных комнатах. Они у нас только так летели в стирку. Плюс там, если ребенок срыгнет... А сейчас вот пока нам, конечно, такое количество не требуется. То есть, возможно, уже буду как-то пересматривать. Что-то буду убирать. Там совсем не актуальны. Вот эти вот пледики, потому что они совсем маленькие. И к следующему лету они нам будут, соответственно, малы. И что-то буду здесь хранить. Девчата, я вообще хотела вам сказать огромнейшее спасибо за все комментарии, за все приятные слова под прошлым видео, за вашу обратную связь. Вот читала абсолютно все. Для меня это очень-очень ценно, что то, что я делаю, вас откликается. Это на самом деле самая, наверное, большая благодарность. И самое-самое важное для блогера, когда его зритель его чувствует и понимает. И большое вам спасибо, что, в общем-то, уделили время, написали комментарии. Прям вот спасибо большое. И я прям буквально хотела сказать еще пару слов на эту тему. Вы знаете, у нас почему-то все вот любят как-то под одну гребенку. Всех одинаково причесать. Но поймите, что все мы разные. Несмотря на то, что мы все женщины, нас это объединяет, мы все разные. Для одной женщины очень важно реализовываться в социуме, очень важно быть на работе, возможно, строить карьеру. Вот это ее предназначение. Вот там она в ресурсе, там она наполнена, там она раскрывается. А для другой женщины она максимально реализовывается в доме, в заботе о детях, в заботе о доме, в приготовлении вкусной еды для своей семьи. Но не важно. Может быть, она занимается каким-то рукоделием. И для нее, вот ее предназначение, ее задача – это какая-то гармония и семейный очаг беречь. То есть все мы разные, у всех абсолютно все по-разному. Я не понимаю тех, кто считает, что вот должно быть только по одному, непременно, как у них, и по-другому быть не может. Единственное, но я считаю, что женщина как дома, так и на работе, она должна как-то расти и развиваться. Вот, но это, в принципе, как любой человек. Еще был вопрос, то есть там девушка пишет, Катя, вы говорите, что вы благодарны своей семье, что они дают вам, вот, захотела, что-то приготовила, там, сервировку сделала, что-то для дома купила. Что они дают вам этим заниматься, как они к этому относятся. Ну, вот вопрос был именно про мужа, то есть поддерживает он, разделяет ли он это, понимает ли. Я вот могу сказать за своего Лешу, что он, безусловно, это поддерживает и разделяет, потому что он прекрасно понимает, что вот я после этого просто вся свечусь. Мне это доставляет колоссальное удовольствие, мне доставляет огромнейшее удовольствие снимать видео, потом их самой монтировать. Поэтому я никому ничего не делегирую, потому что я сама от этого получаю огромнейшее удовольствие, когда потом смотрю вот эти кадры, что красиво все выставлено. И он видит, да, как я свечусь, в общем-то, какая от меня идет энергетика. Он же тоже эту энергетику впитывает, так же, как и мои дети, так же, как и вы, зрители, ее впитываете. Поэтому, естественно, он только за. И вот, когда, допустим, у меня даже нет настроения, нет сил, нет энергии, естественно, я человек, у меня тоже такое бывает. Он мне сам говорит, Кать, ну давай, может быть, там, пойди что-нибудь купи себе или сделай что-нибудь, приготовь. То есть, ну, может быть, что-то поменять, что-то там переставить, передвинуть. Он прекрасно все это понимает, потому что, ну, потому что все-таки мы девочки, мы немножко по-другому устроены. Мне вот важно, да, в доме что-то поменять местами, что-то подвигать, что-то там новенькое прикупить. Ну, одним словом, как бы мы девочки, поэтому у нас вот так. И вот моя огромнейшая благодарность, да, что он это понимает, разделяет и даже где-то мне помогает в этом. Уборка начата. Запустила я убираться свой новый робот-пылесос Rodme Eva 2023. И это, конечно, какой-то просто космический аппарат, который делает все за вас, абсолютно всю уборку. Он и пылесосит полы, и моет полы, сам очищается, сам подает воду, моет тряпочки, их просушивает. В общем-то, всю рутину, касающуюся уборки пола, он делает сам, и при этом отлично справляется с уборкой. Хорошо всасывает какой-то мелкий сорт, пыль, волоски. Также отлично справляется и, например, с разлитым соусом, с какими-то крупными крошками. Я вам чуть позже покажу тест-драйв. Идеально проходит, например, под консолью у нас, то есть отлично огибает углы у мебели. И посмотрите его начинку. Пока он убирается, я вам покажу. Вот такой большой резервуар для грязной воды. То есть хватит вам, естественно, не на одну уборку. Дальше вот такой вот мешок-пылесборник и вот такой вот резервуар для чистой воды. Эта вода подается, и тряпочки, которыми моется пол, они все моются. Кстати, удобно, на крышке есть вот такая вот инструкция пошаговая. То есть, девчата, здесь вода подается не из самого пылесоса, а вот из этой установки. И в течение уборки пылесос периодически заезжает на базу, и вот эта установка чистит ему эти тряпочки. Вот, и он, то есть не грязная тряпка у вас моет весь пол, а чистит чистыми тряпочками. Кстати, удобное есть приложение, там можно задать уборку по зонам и выставить стену. Можно задать, настроить режим уборки, допустим, чтобы он у вас убирался каждый день в 9 утра. Удобнейшее приложение, и сейчас я вам показываю, как он классно справляется с загрязнениями. Ну, а ссылочку вы на него найдете в описании к видео. Ну, и ближе к вечеру у меня девочки попросили испечь вместе печенье, и мы будем печь с ними шоколадные кексы. Ингредиенты максимально простые. Яйца, сахар, мука, сливочное масло, разрыхлитель. Для кексов я еще буду использовать шоколадные капли. Я все точные пропорции вам напишу в описании к видео. Разверните, и там будут указаны все ингредиенты. Сейчас будем печь мы сначала кексы. Я растапливаю сливочное масло. Можно просто с утра его достать, и чтобы оно при комнатной температуре оттаяло. Тоже будет замечательно. Смешиваю сейчас сахар вместе с растопленным сливочным маслом. Делаю это просто при помощи венчика. Дальше добавляю туда яйца. Еще раз все хорошо перемешиваю. Добавляю муку разрыхлителем. И уже ввожу шоколадные капли, все аккуратно перемешиваю. Дальше добавляю туда яйца. А теперь тесто раскладываем по формочкам. Мы это делаем при помощи ложки для мороженого. Приобретала я ее в свое время в магазине Аша. Очень удобно. И вот как раз показываю Софии, сколько нужно набирать, чтобы было и не много, и не мало. Отправляем мы форму с тестом в разогретую духовку. Температура 180 градусов и где-то на 15-20 минут. Все зависит от того, какая у вас формочка. В принципе, можно испечь таким большим кексом и разрезать его потом. Можно печь в таких кексницах, как вам больше нравится. И еще сегодня будем мы печь медовое печенье, тоже максимально простое. Нам потребуется сливочное масло. Я его также растапливаю. Мед, мука, сода, разрыхлитель и немного сахара. Это печенье готовится без яиц. Очень тоже простое и вкусное. Сначала смешиваем все сухие ингредиенты. Потом добавляем мед, сливочное масло и замешиваем тесто. Печенье очень легко формируется руками. У меня как раз дети делали его. Где-то берите, наверное, размером с грецкий орех. Вот, придавайте форму печенье. Скатали шарик, немножко расплющили и выкладываем на противень. Оставляйте место между печеньем, потому что оно немножко растекается в процессе выпекания. Вот, и поднимается. Получается очень красивое печенье с трещинками. Также вам все пропорции пропишу в описании к видео, поэтому разворачивайте. Так вот мы вместе с детьми провели время. У Машеньки у нас был второй или третий сон. Я уже, если честно, запуталась. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и делюсь с вами результатом. София, смотрите, сама как ловко достает кекс. И Лиза уже стащила один. А это такое получилось печенье, точнее остатки. Потому что дети просто смели, все молниеносно. Под турецкий сериал. Сидят на диване, смотрят, едят домашние печенья и балдеют. На сегодня буду видео свое заканчивать. Мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok